Нижегородские бизнесмены отметили свой профессиональный праздник в рамках ежегодной церемонии подведения итогов конкурса «Предприниматель года-2013» в Театре Комедия. По итогам прошлого года Нижегородская область стала лидером в ПФО по количеству малых и средних предприятий, их обороту и по объему инвестиций в этом секторе. В регионе насчитывается около 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Как правило предпринимательство начинается в самые юные годы и продолжается всю свою жизнь. 36% занятости всех трудоспособных людей у нас в сфере предпринимательства, это огромная армия. Сегодня вклад в экономику существенный, 15% экономического результата это серьезный вклад, хотя нас это не устраивает и все наши программы нацелены на то, чтобы приблизиться к мировым стандартам, а не 30-40%. Евгений Люлин также отметил, что Нижегородская область признается одной из лучших в сфере развития предпринимательства. Тенденция эта будет продолжена. Кстати, треть предприятий работает в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. 20% предпринимателей занимаются операциями с недвижимостью, арендой и услугами в этой сфере. В обрабатывающих производствах занято 18%, а в строительстве 12%. Предприниматель года и женщина-лидер года – это два конкурса, которые несут на себе нагрузку того, что по этим конкурсам потом получает финансирование район. Нас очень радует наше молодежное крыло. Вот вы сегодня видели молодежное предпринимательство. У нас есть школа молодого предпринимателя областная, которой конкурс ежегодно проходит. Мне очень нравятся проекты, мне очень нравится настрой. Ребята абсолютно не пугают, ребята готовы к тому, что они не висят на шее у родителей и у государства, и они сами творцы своей жизни. И я считаю, вот это очень вдохновляет сегодня в День предпринимателя. Среди нижегородских бизнесменов многие еще учатся в институте, но есть и люди пенсионного возраста. Все они на равных правах боролись за звание предпринимателя года. Молодая бизнесвумен из Дзержинска поделилась секретом успешного развития своего дела. У меня своя небольшая творческая мастерская волшебного дела, которая называется «Моя морковь». Мы создаем уникальные игрушки ручной работы, занимаемся авторской куклой, различной бижутерии. Также мы проводим мастер-классы для всех желающих, для взрослых и для самых маленьких детей. Люблю что-то делать своими руками, и когда ты работаешь с душой и вкладываешь в свое дело, практически это вся моя жизнь. Люди все это чувствуют, видят, и поэтому они приходят и творят вместе со мной с большим удовольствием. Вместе с Анной Рыбкиной победителями стали 8 бизнесменов и 9 организаций. А в номинации «Лучшая муниципальная поддержка» победителями признана администрация «Разамаса», городского округа Семенский и Сергачевского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова